Всем привет, с вами Астрема, вы на канале Рухард Проджект и это девятая серия приключений Сарея в игре Тейлз оф Застирия. В следующей серии мы поблагодарили Алишу за все, что она для нас сделала, конкретно она нас все-таки привела, пригласила на этот праздник и именно благодаря ней по сути я стал пастырем. Вот, и теперь нам нужно еще раз исследовать город и возможно попытаться что-то в нем изменить, так как он пропитан просто злостью, злом. В общем, люди здесь явно не очень дружелюбные живут. Люди все еще шепчутся о пастыре. О, это же те ребята из Воробьиного пера. Гильдия Воробьиное перо приветствует вас. Эй, это ведь у тебя были проблемы на праздник? Проблемы на празднике, верно? Да, именно у меня. Так, травку соберем. Так, где-то поблизости. Интересное место. Так, монолит. Очки здоровья. Чтобы вернуться в сознание, можно использовать флакон жизни. Или выиграть сражение. Со временем вы узнаете другие способы восстановиться. Так, ладно. Ну, где здесь интересное место? Не совсем понятно. Эм. Блин, не хочется же какую-то плюшку терять. Попускать какую-то часть сюжета. Да, похоже, не в этот раз. Так, там у нас светилище, там светилище. Вниз туда спуститься, что ли? И непонятно, что мы ищем. Что-то здесь все-таки, наверное, не так. Так, да вроде бы и здесь все тоже в полном порядке. Так, сходим в святилище. Здесь у нас тоже пусто. Здравствуйте, святой отец. Примите мои извинения за то, что мой сын набедокурил. Я задал ему хорошую трепку. Может быть... Можете быть в этом уверены. Теперь мы квиты, верно? Интересно, чем провинил... А, стоп. Нет, это же вроде не тот мелкий, который кошельки. Коралл или тот... Блин, я вот не помню, это тот карманник или нет. Который на самом деле... Чема. В местном писании говорится об этом месте. О какой месте говорится? По-любому должен быть какой-то диалог открываться. Если это тайное место. Так. Что же от нас все-таки хотят? Что нам делать? Куда нам податься? Куда нам податься? Хм. Ладно, спустимся сюда. Вы слышали о парне, который смог вытащить священный клинок во время праздника? Получается, теперь он стал пастырем. Я просто сгораю от любопытства, так хочу узнать, кто он такой. Ммм, да. Вот. Вот же он я. Все в порядке. Знаете, если это колесо перестанет крутиться, то многим придется тяжко. Поэтому я осматриваю его каждый день. Хм. Так, там у нас... Там у нас что? Озерный град Локвиндука. Может быть. Может быть нам туда стоит сходить? Потому что здесь вроде бы все чисто. Ну что же, у меня же тут все под контролем же. Внимание, сюда идет какой-то подозрительный. Это что, хелион-черепаха? Какой что-то хелион-черепаха же? Я же просто черепашек. Черепашек? Постой-ка, ты тоже Серафин? Черепашек? Это черепашек же. По виду же не видно разве же? Ой, прошу прощения. О, дивный новый мир, в котором есть черепашики. Вы что же, черепашек раньше не видели же? Нет. Надо же, вы из глухой деревни же? К счастью же для вас, мы черепашеки, не злопамятные же. Что же, спасибо тебе. Вы ребята очень добрые. Конечно же. Ведь добросердечие же черепашеков напрямую зависит от размера панцирей же. А что ты здесь делаешь? Составляю же карты для наших целей же. А, карты? Если уж на то пошло, у нас-то и приличных карт нет. Так что, та, что в невестном писании, довольно старая. Вы же, ребята, такие безрассудные же. А хотите же, я продам вам парочку же моих карт? В них же полным-полно полезных же сведений. Спасибо, это нам очень поможет. Карта стоит 100 монет, тебе она нужна? Да. Спасибо же, я рад же, что вы купили же мою карту. Вы купили карту приключений у черепашика. Эти карты добавляют новые сведения. На вашу карту мира. Карты составляли черепашики. И в них могут быть некоторые неточности. Но они все равно должны помочь вам определить примерно расположение новых мест. Если заблудитесь, поищите в ближайшем городе черепашика и купите у него карту. Использовано 100 монет. Получена карта приключений. Город на озере. Так. Стоп, где она у нас? Там. Нет. Так, предметы. Карта приключений города на озере. Карта окрестности озерного града. Зарисованный черепашиком. То есть, что-то должно было на карте появиться. И вон. Вижу уже. У нас появился квестик. Какой-то. Подземный эквентук. Это точно нужно осмотреть. Итак, один из них не вернулся. Интересно, жив ли он? Ну, зря этот диалог скипнул. Походу, там чего-то было. Если жив ли он, значит, кто-то где-то пропал. А что это у нас? Непонятно. Какая-то странная дверь. Немножко страшновато. Давайте-ка мы лучше сделаем здесь быстрое сохранение. А вдруг там нас прямо на входе и убьют? Ты идешь? Да, я просто переживаю за того, кто не смог вернуться. Сарей. Вот-вот-вот. Не один я стремаюсь. Сарей тоже разделяет мои чувства полностью. Ты ведь это чувствуешь? Да, очень сильное зло исходит из центра города. Должна сказать, твои способности поражают. Кажется, ты уже освоился с новой силой, и у тебя вышло куда быстрее, чем я ожидала. Правда? Уже недалек тот день, когда ты овладеешь всей силой пастыря. Что это за сила? О, прости, что ты говорил? Что ж, скоро мы это узнаем. Угу. Снова она что-то от нас скрывает? Ладно, и здесь тоже мы сохранимся. Нужно больше сохранений. Я жить хочу. Так, что у нас здесь? Ау. Не тот ли это, бедолага? Казахилион, назад. Ни за что. Я тоже хочу помочь. Я же сказал, мы с Майлой все сделаем, отойди. Ммм, так. Так. Так, как-то так-то так. Нет, это не очень сложно. Нет. Нет. Не знаю, так как у нас внутри, не за что-то. Не сжигать. Вне сжигает. Ага. Угу. 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 Затем. Угу. да и к тому же куда хрень непонятно используя так оглушение подклубь ну как попросила наверно придется потом травку скушать причем наверное не потом а сейчас так яблочное желе или флакон жизни это все что мы можем использовать ладно яблочное желе это хрень блин у нее отрыжка в рыцаре мелкими за францами так не стоит затягивать про правой так 138 типа ладно еще нас клюнули а вот мы помрем нет нет мы сможем помереть 140 тп это совсем не весело нет 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 стоп яблочное желе так вот все про нужно добивать так пока нам не наваляли отличная работа сарей главное не сдаваться получена сфера благодати и медный ключ характеристики снаряжения повышены так хорошо приемы серафима персонажи использующие приемы серафима атакует мощнее и на большем расстоянии чем если бы использовали были боевые или тайные приемы но их атаки требуют больше времени если дольше удерживать а после того как прием будет готов можно держать его в боевой готовности пока вы с помощью стика не выберете цель спасибо что спас меня что здесь произошло он не поверит даже если ты ему все расскажешь ты тонул тону спасибо что вытащил меня пойду я домой немного отдохну все в порядке правда я сам дойду ну и отлично теперь можно спокойно заняться руинами не отвлекаясь на эту проблему микрио теперь я тоже буду драться у меня нет силы очищения и что я должен делать прятаться за вашими спинами и ворон считает я пошел не для того чтобы чтобы просто быть обузой микрио лайла если какой-нибудь способ чтобы я тоже мог использовать силу очищения есть один способ ты можешь стать младшим партнером и соединить свою силу с моей итак как и я ты должен будешь поселиться внутри сарея согласен нет постой кровосеку следует обдумай я должен все обдумать не помню чтобы ты задумался хотя бы на минуту прежде чем согласиться стать пастырем что было совсем другое разве очищать хеллиона твоя мечта сомневаюсь я серафим хелионы мои естественные враги не уж то странно что я хочу уничтожить их не знаю разве лягушки пытаются уничтожить змей я что похож на лягушку почему ты ведешь себя как ребенок послушаем клео я не веду себя как ребенок микрио твоя обуза будет ожидать тебя в трактире нам надо его догнать он сказала что возвращается пусть идет ясно это дух молодости морское братство но ты должен понимать что поступил с ним жестоко ты же знаешь что чувствует не клео я решила но что именно мы пойдем дальше да это хорошая идея я даже не понимаю о чем ты говоришь ну другими сами себя не исследуют хотя это было бы забавно получен медный ключ ключ для бронзовых сундуков и некоторых дверей так еще мне хотелось бы посмотреть ам что за благодать вот это вот сфера сфера наделяющаяся это та которая повышает все максимальный запас очков здоровья и теперь у саре у нас 838 очков здоровья ну что ж на этом девятую серию наверное закончу всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал всем пока